Школа с вековой историей продолжит воспитывать подрастающие поколения. В 2018 году она была признана непригодной для использования, в связи с чем в учебном заведении провели не только капитальный ремонт, но и усилили конструкции. Открытие школы с нетерпением ждали как сами ученики, так и учителя. «В старой школе было холодно, отопление было слабым. Мы сегодня очень рады, потому что нам открыли вот такую современную новую школу». Площадь здания составляет 2341 квадратный метр. Здесь предусмотрено 17 учебных классов и спортивный зал. Один из блоков школы имеет сокольный этаж. На работы было потрачено более 80 миллионов сомов. «До этого школа находилась в запущенном состоянии. Было трудно обучать детей, работали в сложных условиях. А зимой было холодно. Сегодня для нас очень радостный день». Радости трудового коллектива учеников и родителей нет предела. В этой школе учатся два внука Турсункул Кайдуевой. Из-за того, что школа находилась в аварийном состоянии, женщина была вынуждена ввозить своих внуков в 45-ю школу, которая находилась далеко. Теперь с открытием отремонтированного образовательного учреждения дети вернутся в свою школу. «Мои внуки учатся в девятом и шестом классах. До открытия мы сильно переживали и ждали три года. Спасибо учителям 76-й школы, что не перевелись в другие школы, а тоже вместе с нами терпеливо ждали открытия. Сегодня мы очень радуемся. У нас теперь совершенно новая современная школа». Учебное заведение рассчитано на 360 учеников. В здании есть кухня, склад, тренажерный зал, гардеробная, технический кабинет, санузлы и лаборатория. С новыми условиями ознакомился глава Кабмина Аклбек Джапаров. В новой отремонтированной школе обучается 600 детей. Руководство образовательного учреждения стремится дать им достойное образование и повысить его качество. В дальнейшем предполагается открытие швейного, танцевального, художественного, физико-математического кружков. Для этого есть возможность и условия. Все классы были оборудованы новой мебелью, были предоставлены компьютеры и интерактивные панели. Также полностью была оснащена и кухня школы. Кроме того, нам подарили швейную машинку. В этой связи в этом году мы планируем внести в программу урок технологии кройки и шитья. Это 10 из 15 школ, которые планируется открыть в Бишкеке. На открытии Аклбек Джапаров отметил, что строительство учебных заведений по времени занимает порядка 4-5 месяцев, не затягивая его на годы. Он также отметил, что учителям уделяется особое внимание и добавил, что поддержка со стороны государства будет продолжена. В текущем году вдвое повышен размер заработной платы учителей. Втрое – учителям в высокогорных районах. Мы и далее будем создавать благоприятные условия для вашей работы. Вчера мы торжественно открыли школу-лицей номер 75. Сегодня пришла очередь школы 76-й. Здание которой было построено почти 90 лет назад. Это большая радость не только для учеников и учителей, но и для нас. Развивайтесь, получайте необходимые знания. Сейчас время диктует новые вызовы. Глава Кабмина Аклбек Джапаров также подчеркнул, что от стремления к знаниям и упорства зависит будущее каждого учащегося и будущее страны в целом.